Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале Школы Астрологии Ашвини. Сегодня у нас с вами интереснейшая тема, в который раз мы обсуждаем Накшатры. И на очереди у нас 11-й Накшатры-гороскоп. Это созвездие, которое располагается в знаке Льва полностью. И начинается в 13-ти градусах 20-ти минутах Льва, заканчиваясь в 26-ти градусах 40-ка минутах Льва. Это сама суть Льва, не примешанная ни с какими другими энергиями. И символ данной Накшатры — это гамак или кровать для отдыха. Данный символ сразу настраивает нас на общие черты энергии этого созвездия. И этой энергией является расслабление, наблюдение за тем, что происходит вокруг, неторопливость, вдумчивость и желание, конечно, наслаждаться, желание вкушать плоды этой жизни. Управитель данной Накшатры — планета Венера. Самая главная центральная идея, которую распространяет данная Накшатра — это быть креативным, зарабатывать с помощью креатива. Уникальная способность переводить креативность, нестандартность в звонкую монету. Эти люди обычно очень успешны, потому что божество, которое управляет данной Накшатрой — это божество удачи, процветания и материального благополучия. Бхага — это божество ответственность за сохранение спокойствия в личной жизни человека. Эти люди удачливы в любви, они удачливы в финансовых вопросах и, как я уже сказала, умеют применить свою креативность, нестандартность так, что получают за это средства. Эти люди часто выбирают творческие профессии, могут быть режиссерами, сценаристами, постановщиками, потому что все-таки мы не забываем. Это знак Зодиака Лев, а Львы у нас предназначены для того, чтобы руководить. Какие психологические и судьбоносные особенности имеет данная Накшатра? Очень привлекательны. Несмотря на то, какая у них может быть внешность, даже при незавидных чертах лица и форме тела, они бывают очень харизматичны. Они притягивают людей к себе, по ним сразу понятно, что это какие-то необычные люди, что это что-то интересное. На них хочется смотреть, их хочется рассматривать и, конечно же, хочется общаться. Часто становятся лидером в любой компании. И это такие лидеры, которые не просто жестко повелевают, а это те лидеры, которые умеют и развлечь людей, и как-то их заинтересовать. Если у вас есть друг, который становится душой любой компании, умеет играть на гитаре, умеет впечатлить девушек и притянуть себе внимание всей тусовки, может быть, как раз-таки у него асцендент или луна. В фурвабхалгоне обязательно проверьте это. Так как руководитель данной Накшатры это Венера, то, конечно же, все искусства, театральное искусство, художественное, иные виды проявления себя в творчестве характерны для представителей данной Накшатры. С другой стороны, их креативность может быть даже проявлена не в том, что они могут что-то красиво нарисовать или какую-то эстетику сотворить, но они могут быть креативны, например, в сфере IT, в сфере принятия каких-то необычных решений, в работе далекой от творчества. То есть в любом случае, где бы фурвабхалгоне не появлялся, везде он будет приносить какой-то креатив, какую-то свежую энергию и попытку пойти не общим путем, а создать новый путь. Фурвабхалгоне первое хватается за новые тенденции, которые существуют в той или иной сфере. Она создает эти тенденции, часто она становится инфлюенсером, то есть точкой притяжения для многих людей и тем человеком, к мнению которого прислушиваются массы. Фурвабхалгоне не искусно в любви. Эти люди знают, как ухаживать, как красиво преподнести себя, как поддержать романтические чувства и заставить своего партнера восторгаться их способностями. Они умеют красиво себя подать. В целом эти люди, конечно, прирожденные любовники, казановые. Они очень искусны в интимной сфере, изобретательны. У них множество вариантов для того, чтобы разнообразить свою личную жизнь, никогда не быть одним. В общем, эти люди популярны у противоположного пола. Ну и, конечно же, самый главный талант — быть необычными. Они умеют заработать деньги каким-то новым способом, необычным путем, внести что-то новое, свежее. И, конечно, за это их окружающие любят. Они проходятся по кромке, когда все бегут по общему какому-то направлению. Пурвабхалгоний будет двигаться по кромке, будет обгонять своих соседей, и первый придет к цели. В львином прайде львы обычно отдыхают. Львицы приносят пищу в стаю. И львы включаются только тогда, когда есть угроза стаи, их семье, когда чужак на их территории, когда нужно отстоять себя. Конечно, львы в таком случае бьются до конца, может быть, даже рискуя своей жизнью. Но, тем не менее, для того, чтобы они проявили собственную силу, необходимы какие-то экстра обстоятельства. Вряд ли эта Накшатра будет суетиться по мелочам. Давайте теперь поговорим о падах или четвертях Накшатры. И первая пада данной Накшатры попадает в Навамшу льва. Это люди, лидеры, менеджеры, администраторы, управленцы. Здесь их энергия такого спокойствия и креативности, оно переходит в искусство управления людьми. Вторая пада данной Накшатры попадает в Навамшу девы. И эти люди более склонны к исследованиям, к тому, чтобы реализовывать себя в научной среде. А также они достаточно трудолюбивы. Вот эта лень, которая присутствует в общем характере Накшатры, проявляется здесь меньше всего. Но в данной Накшатре есть и некоторый изъян планеты Венеры. Потому что все-таки Венера, попадая в Навамшу, девы не может чувствовать себя комфортно. Здесь люди уже уж очень изощренные в любви, придирчивые, знают себе цену, ни за что не спустят эту цену и становятся очень требовательными. И все это сочетание приводит обычно к не очень удачной личной жизни. Третья пада данной Накшатры попадает в Навамшу весов. Это люди, которые очень удачливы в бизнесе, в построении светских отношений. Они могут сверкать на светских раутах, устанавливать полезные знакомства. Это как раз такие завсегдаты тусовок высшего общества, которым важно уметь показать себя, показать свою креативность, красоту, богатство. Ну и также, конечно, эти люди особенно талантливы во всех изобразительных художественных видах искусства. Четвертая пада данной Накшатры попадает в Навамшу скорпиона. И это делает драматичной, необычной, импульсивной, очень привязанной к сексуальной жизни. Действительно, секс это та энергия, которая дает им моторчик и энергию жить. Эти люди достаточно сильно прикипают к тому, кого они любят, имеют противоречия в личной жизни. Им сложно оставаться с одним партнером. Венера более настойчива в своем лидерстве. Все-таки не забываем, что скорпион — это марсианский знак. И здесь энергия Марса, которая встречается с Венерой. Как я уже сказала, она дает некоторые проблемы в личную жизнь, но также дает больший напор во всем, что они делают. Большую энергичность, импульсивность, не всегда выверенность их действий. Они меньше склонны к обдумыванию, чем, например, вторая пада или первая пада. И эти люди действительно могут где-то растрачивать свою энергию. Друзья, вот таким был мой анализ Накшатры. Я надеюсь, что вы останетесь на моем канале подольше, посмотрите еще полезные мои видео. Ну и, конечно же, я буду продолжать для вас снимать серию Накшатр. Переходите в общий плейлист, подписывайтесь на наш канал. И жду вас на уроках нашей школы. Всем пока-пока!